МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Саров с рабочим визитом посетил депутат Госдумы Денис Москвин. От грозного оружия до мирного атома. 28 сентября, день работников атомной промышленности. Саровчанин занял 3-е место на конкурсе профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Далее расскажем обо всем подробно. С рабочей поездкой Саров посетил депутат Государственной Думы Денис Москвин. График был насыщенным. В ходе визита народный избранник встретился с жителями города, депутатами Городской Думы от партии «Единая Россия». Вручил диплом лицея номер 3 за победу во всероссийском конкурсе. Подробности смотрите в следующем репортаже. Строительство ФОКО стоит на первом месте в списке строительства физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Нижегородской области. Так что при появлении финансов в областном бюджете они должны быть направлены в первую очередь на строительство Саровского ФОКО. Денис Москвин отметил, что реализация программы «Комфортная городской среда» очень востребована и будет продолжена в 2021 и 2022 годах. И темпы будут только наращиваться. Задача – создание новых общественных пространств. За последние 2-3 года, мне кажется, мы взяли уже неплохой темп по благоустройству, будем его наращивать. Считаю, что необходимо увеличивать финансирование в рамках проекта «Безопасные и комфортные дороги». Конечно, дорожное строительство внутри города Сарово нужно увеличивать. Не все дороги находятся в том состоянии, в котором они должны быть, в отличие от тех же федеральных трасс. В планах провести совместное совещание с министром транспорта Нижегородской области. Помимо развития города, журналистов волновала и федеральная повестка. Свистные новостные сайты пестрят информацией о досрочных выборах в Госдуму. Никаких дополнительных датах, я слышал, что назывался и апрель, и март, пока речи не идет. Если какие-то решения будут приниматься в связи с эпидемиологической обстановкой или необходимости корректировать даты голосования с учетом школьных каникул, потому что вы знаете, что задействованы школы с учетом трехдневного голосования, это не всегда удобно, то соответствующие предложения будут унесены со стороны Центральной избирательной комиссии. Будем их обсуждать и рассматривать, но, повторюсь, пока речь идет о сентябре 2021 года. Также в рамках визита Денис Москвин посетил музей Великой Отечественной войны Третьего лицея и вручил руководству учебного заведения диплом за участие во всероссийском конкурсе. 28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение об организации работ по урану. Эту дату по праву можно считать днем рождения атомной энергетики СССР и России. На государственном уровне День работников атомной промышленности был учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина в 2005 году. Хотя День атомщика, приурочен к событиям 1942 года, считается все же, что вся сфера на пару лет моложе, и в этом году ей исполнилось 75 лет. В 1945 году был создан особый комитет из ученых и чиновников, которые вели работы с ураном. Это был старт атомного проекта СССР, а изобретение ядерного оружия его целью. Создание атомной бомбы позволило защитить страну, сдержать агрессию западных стран и установить паритет сил в мире. Когда же цель была достигнута, ее создатели стали развивать мирный атом и дали человечеству новый источник энергии. Так появилась новая отрасль народного хозяйства. 1 октября бесплатно жительницы Нижегородской области смогут пройти диагностику рака молочной железы в областном онкологическом диспансере. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы против рака груди. Записаться на прием можно по телефону 8 831 282 0001. Ежедневно с 9 до 19. При звонке нужно назвать кодовое слово «Акция-01». Принимаются только пациенты, обратившиеся в онкодиспансеры впервые и не имеющие ранее поставленного онкологического диагноза. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Коронавирусный порядок продления субсидий, который ввели из-за пандемии, завершится 1 октября. Напомним, после того, как в Россию пришел коронавирус, власти пошли на экстренные меры. В том числе в автоматическом режиме продлили меры социальной поддержки, чтобы людям не пришлось подвергать себя опасности, посещая государственные учреждения. Со 2 октября все вернется на круги своя. Россиянам снова придется собирать необходимые документы и подавать соответствующие заявления, как на детские пособия, так и на коммунальные субсидии. САРФТИ проведет тренировочное тестирование по 7 предметам – математике, физике, биологии, химии, истории, обществознанию и английскому языку. Проверить свои знания старшеклассники смогут в среду 30 сентября в 402 аудитории Саровского физтеха. Начало в 16 часов. Все задания составлены в соответствии с новейшими требованиями по содержанию и структуре контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ и ОГЭ. Тестирование проводится бесплатно. Узнать результаты школьники смогут 1 и 2 октября. Центр занятости населения поможет освоить новую профессию. В октябре там начнутся занятия по курсу «Кадровое дело для малоимущих граждан». Обучение бесплатное. Продолжительность занятий – один месяц. Саровчане, которые в полном объеме пройдут профессиональное обучение и аттестацию, получат документы установленного образца. Записаться на курс «Кадровое дело» и получить более подробную информацию можно по телефону 98461 и 98459. Пациентов с тяжелым течением Урвили вне больничной пневмонии будут помещать в специальный бокс до получения результатов тестирования на наличие COVID-19. С 28 сентября в России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса. Соответствующий приказ был утвержден Минздравом России и опубликован на портале правовой информации. Людей с отрицательными результатами теста будут размещать в палатах на 2-4 места. В случае выявления коронавируса человек будет переведен в специальную медорганизацию. Кроме того, приказом предусмотрено создание федерального дистанционного консультативного центра по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжелых и осложненных форм гриппа у взрослых и детей. В России за сутки опасным вирусом заразились 8135 человек. В Нижегородской области выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Сарове за выходные COVID-19 зафиксировали у 82 горожан. 21 сентября в Нижегородской области завершился 8-й национальный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Russia 2020. Финал конкурса проходил по 20 направлениям. Студент Саровского политехникума Дмитрий Ватвеев завоевал бронзовую медаль по компетенции электромонтаж. Подробности в следующем репортаже. Нажатие на СБ-6 разгоняет двигатели до второй скорости. Выполнение заданий конкурсантами и оценку эксперты записывали на видео. В этом году организаторы финала национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia 2020 впервые в мире создали и применили на практике дистанционно-очную распределительную технологию проведения соревнований и оценки конкурсантов. Было три камеры стационарных, которые наблюдали за участником и оценивающие жюри, в которые ходили ряд экспертов. Они за этим за всем наблюдали. Ну и плюс мобильные камеры. Из-за пандемии не получилось собрать всех конкурсантов в одном месте, поэтому финалы проходили в регионах. В Нижегородской области заключительный этап конкурса профессионального мастерства по стандартам WorldSkills проходил на 14 площадках. Выпускник Саровского политехникума Дмитрий Матвеев участвовал в конкурсе по компетенции электромонтаж. По характеру немногословный он и во время съемок репортажа предпочел показывать, а не рассказывать о том, как готовиться к соревнованиям. В конкурсном задании нужно было выполнить монтаж осветительного щитка и монтаж силового щита. Все оборудование было полностью собрано, было подано напряжение. Он сам опять же проводил пусконаладочные испытательные работы, сдавал нам схему, выполнял программирование своих этих установок. Жюри не зачли Дмитрию только одну из порядка сорока функций, которые должны были быть заложены в программировании установок. Как итог, третье место в конкурсе. Но преподаватели его подопечные результатом довольны, так как в компетенции электромонтаж традиционно большая конкуренция. 7% работодателей в России устраивают регулярные проверки на детекторе лжи для некоторых категорий новых сотрудников. В свою очередь не возражают против прохождения испытаний на париграфе 63% российских жителей. Большую часть людей, которые лояльно относятся к такой процедуре, составляет молодежь, до 24 лет. Против проверок на детекторе лжи выступает около 22% россиян. Такие данные приводит исследовательский центр портала superjob.ru. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы спросили соровчан, согласны ли они пройти проверку на полиграфе при приеме на работу. 55% респондентов считают, что это нарушит их права и отказались бы от прохождения такой процедуры. 14% участников опроса скрывать нечего, поэтому они согласны на проверку на детекторе лжи. Мотосезон в средней полосе короткий. Всего 4-5 месяцев байкеры могут наслаждаться скоростью на российских дорогах. В конце сентября-начале октября они ставят своих железных коней в гаражи. О том, как завершился мотосезон в этом году, смотрите в следующем репортаже. На парковку к байкерскому клубу «Вагабонг» прибывают новые мотоциклы. Есть здесь и «Вариор» стоимостью полмиллиона рублей, и «Хёнде Сиби-400» за 150 тысяч. Объединяет владельцев этих байков одно – любовь к свободе. Последний раз в этом году они прокатятся по городу рыча моторами. А после шум ветра за спиной им заменят комфортные кресла автомобилей. Алексей Тагинцев впервые за руль байка сел в 14 лет. Тогда это был простой мопед, после моторный велосипед и советские мотоциклы. Сейчас у Алексея японский байк «Ямаха». Дедушку уже ему 30 лет. Это 90-го года мотоцикл. Но он ездит. Ездит очень большой, тяжелый, брутальный, хороший мотоцикл. Управлять им, новичкам, я не советую. Потому что мотоцикл тяжелый, мотоцикл имеет свой характер. В дороге он свой норов также показывает, особенно на маленьких скоростях. Алексей уверен, что у каждого мотоцикла, как и человека, свой характер и особенности. Поэтому просто так запрыгнуть на байк и помчать вдаль не выйдет. К железному коню нужно найти подход. А это дано не каждому. Это нужно почувствовать. Это должно быть в крови. У тебя должно быть желание в любом месяце, зимой, летом сесть и поехать. Любой мотоцикл нужно обкатать. И, естественно, чем человек старше, может быть, тем он становится мудрее. Ему уже не хочется рисковать. Мы уже не ездим с огромными скоростями. Мы ездим, наслаждаемся дорогой, соблюдаем правила дорожного движения. Среди брутальных байкеров на парковке можно встретить и девушек. Татьяне Безруковой любовь к мотоциклам привил дедушка. В детстве она приезжала в деревню на каникулы, садилась верхом на железного коня и представляла себя байкершей. Тогда и появилась у Татьяны мечта купить мотоцикл. Обстоятельства сложились так, что мы познакомились с моим молодым человеком, и он оказался мотоциклистом. И я увидела для себя интересную возможность воплотить свою голубую мечту в жизнь. И я должна сказать, что мотоциклы – это не просто средство показать себя как-то в этом мире ярко, интересно, а это именно образ жизни. Потому что в этом есть свой определенный драйв, кайф, свобода. Традиционно в честь закрытия сезона байкеры с тройной колонной проехали по улицам Сарова. Маршрут мотоциклистов пролегал через весь город. Соблюдая правила дорожного движения, они прокатились как по старой части, так и по новому району. Молочная, мясная продукция, аппетитная выпечка и бакалея – товары для дома. Это лишь малая часть того, что можно найти в мини-маркете «Удачный» на улице Кирова, 23. Приобретая продукты и товары для дома и дачи, в этом магазине покупатели становятся участниками акций «Острые скидки». Подробности в следующем репортаже. От свежих помидоров к семейному ужину до средств для мытья посуды. Именно таким и должен быть идеальный магазин у дома, когда все в одном месте и без длинных очередей. В магазине «Удачный» на въезде в Балыково вы найдете все самое необходимое для вашего идеального завтрака, обеда или ужина. Здесь достаточно широкий ассортимент как молочной продукции, в частности представлен Дивеевский молочный завод, который очень популярен в нашем городе. Также широкий ассортимент пельменей. Пельмени из Дивеевский, из технопарка, тоже достаточно популярные у наших горожан. Мясная продукция – это первый мясокомбинат «Лысковский» мясокомбинат. Представлены широкий выбор колбас и очень большой выбор сала домашнего, грудинки, соленый, очень вкусный, наши покупатели любят. А еще больший выбор шашлыка и морепродуктов – сыры, твердые, копченые, творожные, классические и с добавками. Широкий ассортимент рыбы – вяленый, сушеный, соленый. К качеству мини-маркета относятся с особым трепетом. Вы не найдете на прилавках залежавшихся товаров, только свежая продукция. Магазин находится на въезде в Балыково. И для того, чтобы вы могли провести вечер на даче не только вкусно, но и используя для здоровья, здесь также есть все необходимое для бани. Веники, веники дубовые, есть с пижмой, с мятой, березовые, соответственно, эвкалиптовые. Достаточно широкий выбор ароматических масел, солевых бочонков, которые предназначены для создания ароматов в бане, которые ставятся на горячие камушки, нагреваются, ионизируют воздух в бане, тем самым делая присутствие в бане более оздоровительным. А после бани, конечно, просто необходимо насладиться чашечкой чая с печеньем. Об этом в магазине тоже позаботились и предлагают десерты на любой вкус. Торты, вафли, домашняя выпечка, печенье с дрожжей, семечками, орехами, изюмом и даже фитнес. А еще приятный бонус. За каждые 200 рублей в чеке вы получаете специальные фишки. Становитесь участником акции «Острые скидки» и можете приобрести ножи, ножницы, точилки и магнитные держатели для ножей по вкусной цене. Ножи очень хорошие швейцарской фирмы, они с металлической ручкой. Это ножи, которые можно мыть в посудомоечной машине, они не развалятся, не испортятся. Вот, они с очень хорошей заточкой. Поторопитесь, акция продлится до 15 октября. Магазин «Удачный» ждет вас на въезде в Балыково, улица Кирова, 23. И это все, чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.